МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире КУТЕ-24. Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Дальневосточный полпред Юрий Трутнев потребовал уволить сотрудников Минстроя, допустивших ситуацию с обманутыми дольщиками в Якутске. Безопасность выборов под системой наблюдения на избирательных участках установлена современная система видеофиксации, чтобы избежать провокаций. Егор Борисов в эфире КУТЕ-24 о будущем городов Нерингриалдан, Ленский и Мирный. Новые тарифы ЖДА, перевозки по новым правилам стали дешевле. Площадь Телепарк. В это воскресенье жители городов определяют проекты, которые войдут в программу комфортной городской среды. В Якутске официально открыл свои двери Республиканский перинатальный центр. Это крупнейшее учреждение на Дальнем Востоке, построенное по прямому поручению президента страны. В открытии приняли участие полпред Юрий Трутнев, руководитель Республики Егор Борисов и депутат Госдумы Галина Данчикова. На историческом событии для региона побывала Серглан Захарова. Четыре года строительства. 30 тысяч квадратных метров – самое современное высокотехнологичное оборудование. Перинатальный центр Якутии – крупнейший на Дальнем Востоке. На его возведение и оснащение в общей сложности было выделено более 3,5 миллиардов рублей. Из-за республиканского и федерального бюджетов. Строители, которые очень трепетно относились к качеству объекта. Я благодарю тех работников Дророханей, которые постоянно следили за событиями. 1800 оборудований, вовлет вложены в этот объект. Я думаю, результат будет очень быстро получен. На открытии не раз подчеркнули, что к 2022 году в республике должен родиться миллионный житель. Перинатальный центр создаст условия для достижения этих показателей. Здесь будут наблюдаться, проходить лечение и рожать жительницы как столицы, так и районов республики. А сколько позволит принять перинатальный центр? Перинатальный центр может в год принять от 5 до 6 тысяч родов. А остальные роды где проводятся? Остальные роды, значит, 2 тысячи родов еще в том роддоме, остальные уже в районах. 5-6 тысяч – это почти 60% всех родов в Якутии. Особое внимание в центре уделяют роженицам со сложным протеканием беременности. Они будут находиться здесь под круглосуточным наблюдением специалистов. Работают 6 высокотехнологичных операционных блоков, медтехника, импортная и отечественная. Инкубаторы, аппараты искусственной вентиляции легких и многое другое было изготовлено в компании холдинга «Ростех» заказчика объекта. И, конечно, мы этим гордимся, потому что по качеству эта аппаратура не уступает зарубежным аналогам. Поэтому более 60% всего медицинского оборудования поставлено как импортозамещение, то есть произведено на наших предприятиях. За первые дни работы центра на свет появились в его стенах уже больше 50 детей. В день открытия в 12 часов 15 минут у нас родился первенец, мальчик, которого мы сегодня торжественно выписали. Ну а на сегодняшнее время у нас в нашем перинатальном центре родилось уже 55 детей, двое из них двойни. То есть две двойни уже у нас родились. А сегодня вместе с счастливыми родителями поехал домой самый первый новорожденный центра. Я сейчас ощущаю волнение, жуткая радость за то, что идем домой. А так в центре очень уютно, комфортно, все удобства. Коллектив очень дружелюбный, заботливый. День рождения и выписки малыша станут одним из самых незабываемых событий, как семей Харитоновых, так и всей Якутии. Сарглана Захарова, Владимир Павлов, Якутск. Во второй половине дня Юрий Трутнев принял участие во встрече с обманутыми дольщиками компании «Семир», которые второй год не могут заселиться в квартиры из-за финансовых проблем застройщика. Трутнев попросил главу Якутии присмотреться к работе Министерства строительства Якутии. Он отметил, что если они контролируются таким образом, что застройщик два года не может закончить объект, то, возможно, у сотрудников Министерства не хватает квалификации. И призвал Егора Борисова разобраться с достройкой проблемных объектов в регионе. С 2016 года ходим по всем инстанциям, пишем наши письма, ждем ввода дома в эксплуатацию. И сегодня нас пригласили на встречу с Юрием Петровичем Трутневым и с Егором Афанасьевичем. На встрече мы высказались по нашей проблеме, по нашему дому. Юрий Петрович обратился к Егору Афанасьевичу, чтобы он проконтролировал и чтобы дом ввели до конца марта. Егор дал поручение застройщику ввести объект в эксплуатацию до 27 марта. Сказал, что сам лично приедет и вручит ключи гражданам. Полпреду не понравилось то, что объект должен был ввестись в 2015 году, а мы на контроль взяли только в 2017 году. Будет проводиться проверка в отношении именно работы Министерства, не только по этому объекту, я думаю, что и по другим. По инициативе Егора Борисова в план социального развития точек экономического роста включат строительство кардиологического и онкологического диспансеров. Полпред Юрий Трутнев принял участие в совещании с правительством региона. Напомним, планы определяют ключевые точки роста и основные индикаторы до 2025 года. Они направлены на решение приоритетных вопросов, требующих участия федеральных органов исполнительной власти и компаний с государственным участием. В Якутии определены 7 объектов. Это школа номер 35 города Якутска, гимназия в Хандыге, строительство детской поликлиники и реконструкция объектов ЖКХ в Нерюнгре, а также строительство многофункционального центра. В ходе совещаний Гур Борисов поставил вопрос о включении в проекты точки роста кардиологического и онкологического центров. Полпред поручил подготовить проект соглашения с Минвостокразвития. Сегодня в эфире нашего телеканала вышло интервью с главой Якутии, где мы с Егором Борисовым обсуждали вопросы развития промышленных предприятий Якутии. А также говорили о социально-экономическом состоянии городов Нерюнгры, Ленск, Колдан, Якутский, Мирны, в том числе в части развития медицины, доступности жилья и многое другое. В завершение интервью руководитель региона обратился к жителям Якутии. Просил бы, прежде всего, обратиться к нашей истории современной и вспомнить, что было лет 20 назад. Многие это помнят, как мы жили. Мы жили в очень сложных условиях. Были проблемы с заработной платой, не только с низким уровнем, но и с задержками зарплаты, задержками пенсии, сколько было недовольства. Помните, в те времена никто не брал на себя ответственность, деленные деяния. А было много политических партий. 250. Было очень много популизма. Но это ни к чему хорошему не приводило. Когда мы говорим о наших экономических показателях, то сегодня мы уже независимы от санкций. Помните, грозили санкциями. А 20 лет назад экономика вообще почти не существовала. Все предприятия были банкротами. Поэтому прошу подумать, прошу еще раз взвесить, благодаря кому все это происходило, и принять правильное решение. К другим событиям. Алроса подвела итоги аукционов по продаже алмазов и бриллиантов, которые были организованы в рамках выставки в Гонконге. Продано 112 алмазов общим весом почти 2000 карат. Суммарная выручка составила 13,5 миллионов долларов. Особенной популярностью на прошедших торгах пользовались крупные бриллианты стандартного цветового ряда. Также в рамках аукциона компания продала все бриллианты фантазийных цветов. Филиал бриллианта Алроса на аукционе в Гонконге реализовал 67 бриллиантов на сумму почти 3 миллиона долларов. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации разработать проект указа, касающегося мер по улучшению демографии в стране до 2024 года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. В частности, указ должен определять национальные цели развития на периоды, которые должны включать увеличение народонаселения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, а также повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов и рост уровня пенсии выше инфляции. Снижение вдвое уровня бедности в стране. В поручениях отмечается, что национальные цели должны включать обеспечение комфортной среды, включая улучшение жилищных условий не менее чем 5 миллионов семей ежегодно. До главных выборов страны осталось два дня. Действующий глава государства Владимир Путин обратился к гражданам в преддверии голосования. По конституции нашей страны единственным источником власти является народ. В этих словах, в этой правовой формуле огромный смысл. Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдёт наша страна. Зависит будущее России и наших детей. За кого проголосовать, как реализовать своё право на свободный выбор – это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учёта вашего мнения. Мы в России всегда сами решали свою судьбу. Поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир. Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России. Видеонаблюдение за выборами по принципиально другой технологии вместо объёмных программно-аппаратных комплексов. На днях Ростелеком завершил установку в местах голосования и подсчёта голосов IP-камеры. Такие устройства проще подключать к интернету и не требуется дополнительной установки компьютера либо других внешних устройств для передачи данных. Сегодня по всей стране установлено более 40 тысяч камер. В нашей Республике видеонаблюдение оснащены 274 избирательных участка. Благодаря этим камерам любой может наблюдать за ходом выборов на портале нашвыбор2018.ру. Камеры были установлены в местах голосования и подсчёта голосов. Всего по Республике установлено 274 системы видеонаблюдения. В видеонаблюдения за выборами осуществляется по принципиально другой технологии. Вместо объёмных программно-аппаратных комплексов в этот раз мы использовали компактные IP-камеры. Видео с камер передаётся по защищённым каналам связи Ростелекома напрямую в Центр обработки данных. Центр обработки данных на Дальнем Востоке расположен в городе Хабаровске. И новости, которые приходят с пометкой «Молния» по ленте агентства «Интерфакс». «Алроса» может увеличить прогноз по продажам алмазного сырья в 2018 году по итогам успешных продаж в первые два месяца текущего года. Об этом сообщил вице-президент «Алроса» Алексей Филипповский. За январь-февраль этого года компания реализовала алмазы и бриллианты на сумму более 1 миллиарда долларов. Это на 35-37% больше, чем в январе-феврале прошлого года. По словам Филипповского, уточненный прогноз будет готов в апреле. А сейчас небольшой блок рекламы. И смотрите далее в эфире Якутия-24. Новые тарифы ЖДА. Перевозки по новым правилам стали дешевле. Площадь или парк. В это воскресенье жители городов определят проекты, которые войдут в программу комфортной городской среды. В Мирном открыт первый в Якутии центр социального предпринимательства. В эфире Якутия-24. И мы продолжаем наш выпуск. С февраля акционерная компания «Железные дороги Якутии» начала заключать договоры с учетом новых сниженных тарифов. Приведение стоимости на перевозку грузов к уровню РЖД существенно увеличило грузооборот, рассказывает Руслан Павлов. На грузовой контейнерной площадке железнодорожной станции «Алдан» небольшое затишье. Сутками ранее здесь было иначе. Отгрузили десяток платформ, и контейнеры отправились дальше, к своим адресатам. На очереди очередная партия платформ под погрузку. Бывает и по 10, по 12 платформ за день. Вот сейчас стоит 8 платформ. То есть их надо загрузить? Да их сейчас надо загрузить. Мы их вчера разгрузили, сегодня будем загружать. Выравнивание тарифных ставок до уровня РЖД на перевозку грузов по железнодорожной линии Беркакит-Тамот существенно снизило финансовую нагрузку для грузоотправителей. Это сразу отразилось на грузообороте, который увеличивается с начала года. У нас по станции «Алдан» за январь текущего года объем грузооборот увеличился порядка 10%. В феврале за 15 дней мы уже по грузообороту превысили норму где-то 7-8% в среднем. С учетом подхода груза, того, что уже отгрузилось на инфраструктуру ЖДЯ, значит, подхода груза мы увеличим, я так думаю, где-то процентов на 10-15 к концу месяца. Привлекательность железнодорожных перевозок отмечают и грузоотправители, и получатели. Снижение финансовой нагрузки по транспорту увлечет снижение себестоимости производства. У нас перевозки поступают по графику, поэтому поступают, как обычно, каждый год. У нас после Нового года где-то в весне начинается оживление перевозок. Поэтому как работали, так и работаем, а снижение, безусловно, влияет на себестоимость. В условиях Якутии зимние месяцы считаются активными по переработке грузов. Больший наплыв начинается с календарной весны, так как до закрытия переправы через реку Лена буквально все хозяйствующие субъекты стараются переработать как можно больше грузов. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, Алданский район. Якут готовится выбрать новая площадь или городской парк. Напомним, 18 марта жители пяти городов региона смогут проголосовать за лучшие проекты формирования комфортной городской среды. Пункты для проведения голосования для удобства граждан организуют в участковых избирательных комиссиях во время выборов президента России. К тему продолжит Кристина Якупова. Весь прошлый месяц в Якутске отбирали лучшие проекты для благоустройства. Предложения горожан попадут в итоговый список для голосования. Скверы, парки, зоны отдыха. Всего восемь проектов. 2016 год. Сносят аварийный дом на Курашова. Один из последних ветхих домов города. Сегодня здесь предлагают разбить сквер труженикам тыла и организовать большую автомобильную парковку. Не важно какой, но сквер должен быть. Конечно же сквер. Конечно, парковка это очень важное дело для любого автолюбителя. Но я считаю, что в нашем городе лучше обустраивать при этом открытии скверов, каких-то парков и так далее. Сквер-то нужен для того, чтобы можно было поставить скамейки и, скажем, люди почти на возрасте могли бы посидеть, отдохнуть. В нашем городе мало достопримечательностей, я думаю. И это еще центр города, поэтому я думаю, что было бы хорошо. Еще один проект – площадь ворота Якутска. Территория выбрана недалеко от аэропорта. Пока местность не благоустроена. Но по замыслу авторов идеи, она должна стать одной из главных площадей столицы региона. Площадь идея хорошая. Ну, я думаю, конечно, лучше была бы площадь, чем в таком состоянии пока. И побольше бы самолетов поставили исторически, которые здесь эксплуатировались ранее. На площади планируют обустроить парковку. Универсальные площадки для любителей активного отдыха. Но это лишь в том случае, если жители города проголосуют именно за этот проект 18 марта. Последнее слово остается за горожанами. Кристина Якупова, Илья Сыромятников, Якутск. И вновь срочное сообщение, которое приходит нам с Лентинформагентств. Несколько минут назад президент России Владимир Путин заявил, что подготовка нового издания президентских указов началась. У них должны быть учтены все новые ориентиры. «Перед тем, как подготовить новое издание указов 2012 года, нам нужно будет, исходя из того, что сделано, и исходя из задач, которые возникают сегодня, подготовить новые ориентиры», – сказал Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения. Он рассказал, что сегодня начнется подготовка указов по конкретным направлениям. На этой неделе в Нерингере состоялась встреча волонтеров-студентов вузов и СУЗов с представителями администрации города. Встреча была посвящена предстоящему рейтинговому голосованию в рамках реализации программы формирования современной городской среды. Добровольцы 18 марта в течение дня будут помогать населению сориентироваться на избирательных участках, как проголосовать за объекты городского пространства, которые, по мнению нерингеринцев, первоначально нуждаются в благоустройстве. Для того, чтобы работа была выполнена должным образом, специалисты провели инструктаж и выдали методические памятки. Желающих среди студентов проявить себя в данном проекте нашлось довольно немало. Это очень важное мероприятие для того, чтобы жители города смогли сами проголосовать. Мы хотели бы, чтобы это было максимальное участие, именно поэтому это рейтинговое голосование совмещено с выборами президента Российской Федерации. Для того, чтобы можно было охватить как можно больше людей, чтобы они проголосовали, и мы выбрали самый востребованный для города участок. Работникам и работодателям станет проще найти друг друга. Роструд создал социальную сеть. Новый ресурс будет полностью государственным и бесплатным, и значит востребованным. Мы хотим, чтобы граждане подтягивались под определенные стандарты. Это не совсем социальные сети, это инструмент подготовки специалистов, оценки квалификации, трудоустройства граждан на новом уровне. Это возможность для граждан поднять свою квалификацию и в конечном счете свою рыночную стоимость, сказал глава ведомства Всеволод Вуколов. Первый центр социального предпринимательства в Якутии официально открыт. Торжественное мероприятие состоялось накануне в Мирном. О новом учреждении рассказывает наш собственный корреспондент в Алмазной столице Марьяна Кутукова. Игровые площадки и авиасимулятор виртуальной реальности для детей. Такой зал в Центре социального предпринимательства открыл Владимир. Зал доступен для всех желающих. По определенным дням дети из малоимущих семей и сироты смогут играть здесь совершенно бесплатно. Для того, чтобы посеять зерно человеку, который впоследствии может быть станет большим программистом на авиасимуляторе. Ребенок если прокатится, скажем, в скором будущем, он заболеет авиацией и сядет на Су-34 и будет защищать родины, границы наших небес. Клуб путешественников, творческая мастерская, студия танца, кабинет визажиста и фотостудия. В Центре социального предпринимательства свое дело открыли 12 предпринимателей. Для владельцев социальной карты, пенсионеров, многодетных семей у всех свои акции и скидки. Все проекты предпринимателей только социально направленные. Хорошие условия созданы и для бизнеса. Помещения в Центре города предоставили им практически бесплатно. На сегодняшний день арендная ставка нулевая. Предприниматели нам возмещают расходы на коммунальные услуги. Это примерно обходится им 767 рублей за квадратный метр. Центр социального предпринимательства – это проект между бизнесом и благотворительностью. Выгода не в прибыли, доступность услуг, легализация теневого бизнеса и поддержка предпринимателей – главные цели открытия Центра. Я считаю, что идея воплотилась в жизнь. Это пробный проект для Мирненского района. Первое такое учреждение, я уже озвучил, что это первый центр социального предпринимательства у нас в республике Саха-Якутия. И мы прошлись, действительно посмотрели. Я считаю, что идея удалась, воплотилась. Но я еще верю очень, что есть дальнейшее развитие. Есть очень развитие для школы третьего возраста, то есть для пенсионеров, для более старшего возраста, пока мы увидели детей, женщин. Многие предприниматели до этого занимались бизнесом на дому. Учитывая этот факт, стоит отметить, что открытие Центра социального предпринимательства является ярким примером в содействии занятости якутян. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. Жительница Ленска Наталья Умярова еще осенью была безработна, а теперь она открывает свое кафе русской кухни. Помог ей в этом Центр занятости населения, выделяющий субсидии начинающим предпринимателям. В этом году первую субсидию получила и Наталья. Сегодня она арендовала небольшое помещение, провела весь необходимый ремонт. Теперь предстоит установка оборудования, часть которого была приобретена за счет субсидий, выданной Центром занятости. Как бы проект бизнес-план есть, вот мы ей перечислили, ну ей нужно кое-что там оборудование подкупить еще, и она хочет оформить сам зал в стиле русской, то есть и шторы там, и скатерти, допустим, на столах те же даже тарелки там, ну будем приборы, то же самое, все это должно быть, и она планирует, ну в общем так, чтобы там было и вкусно, и русское, ну больше, значит, блюд русской кухни. «Ценим прошлое, созидаем будущее» – это девиз Седьмого съезда коренных народов Якутии. Он запланирован на 20 и 21 марта в столице республики. В нем примут участие 119 делегатов из 21 района республики. Они обсудят вопросы социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера. На заседании лидеры ассоциации и этнических организаций отчитаются перед делегатами о своей деятельности. Также состоятся выборы президента, членов Координационного совета и председателя Совета старейшин. Не зря эти мероприятия проходят под девизом «Созидаем будущее, помним о прошлом». То есть это будет синтез и молодости, и мудрости. Будут мероприятия как для молодежи, так и для тех людей, которые давно уже в этом движении коренных. Мы планируем в первый день открыть выставку «Мир Арктики». Кроме того, в тот же день состоится концерт единственного в мире государственного театра коренных малочисленных народов Севера. В Якутске все желающие ученики со 2 по 11 класса могут проверить свой уровень знаний английского языка. В этом им поможет Кембриджская Олимпиада. Главная цель Олимпиады – это не победить, а диагностировать свой уровень знания английского языка в соответствии с международной школой. Подробности в материале Евгения Андросовой. Саша, Айдын и Дима – ученики 11 класса, но из разных школ. В этом году именно они стали финалистами Кембриджской Олимпиады. Если в первом туре был письменный экзамен, то во втором – проверка навыков спонтанной устной речи, описания картинок и обсуждения различных тем. Кембриджские экзамены – это система международных экзаменов, разрабатываемых Кембриджским университетом. Известно своей объективностью и качеством тестов. Саша Федотов увлекается английским языком с детского сада. Сейчас свободно владеет иностранной речью. Хочет стать врачом. Английский для него способ общаться и получать информацию. Это очень веселый опыт. Мне кажется, что это очень важно. Важно, чтобы человек умел хорошо общаться, чтобы он хорошо умел выступать на публике, ну и держаться камерой, как мы сегодня сделали такой эксперимент. Айдын Егоров учится в 17-й школе. Изучает английский со второго класса. Иностранный язык Айдын изучает самостоятельно. Несмотря на то, что это была Олимпиада, у нас была дискуссия, были разные мнения. И у нас были некоторые разногласия, но, по-моему, это даже хорошо. И, в принципе, мне очень сильно понравилось. В нынешней Олимпиаде участвовали 574 школьника со второго по одиннадцатый классы. Организаторы отмечают, уровень знаний у ребят только растет. Участие в данной Олимпиаде позволяет школьникам получить независимую оценку качества их языковой подготовки. Прочувствовать, какому уровню они соответствуют и наметить для себя дальнейшие цели. Северо-Восточный федеральный университет сотрудничает с экзаменационным департаментом Кембриджского университета и имеет официальный статус Кембриджского центра по подготовке к экзаменам. Тесты проводят сертифицированные эксперты, преподаватели института. Евгения Андросова, Григорий Охлопков, Якутск. Заработная плата врачей должна увеличиваться по мере роста уровня зарплаты в регионах. Об этом только что на встрече с работниками сферы здравоохранения в Санкт-Петербурге заявил президент России Владимир Путин. Цитата. Конечно, по мере уровня роста зарплаты в региональных экономиках правительство будет стремиться к тому, чтобы достигнуть уровень зарплат врачей, чтобы не снижался, а наоборот, только шел по восходящей. Конец цитаты. По его словам, в майских указах 2012 года важной составляющей являлся уровень зарплаты в сфере здравоохранения. И вновь цитата президента. Как вы помните, там речь шла о том, что врачи должны получать ровно в два раза больше, чем в среднем по экономике в регионе соответствующем. В Якутск прибыли японские документалисты. Они снимают эпизод для документального фильма о зарождении человечества. В этом им помогают и консультируют якутские режиссеры. На съемочной площадке японских документалистов режиссер национальной вещательной компании САХА. На плечах Радомира Томского съемка с воздуха. Эпизоды, снятые с квадрокоптера, покажут огромные территории нашего региона. По задумке японского режиссера Кодзи Исумото, древние якуты осваивают бескрайнюю территорию республики. Подготовка к съемкам началась еще осенью прошлого года. С якутскими актерами работать очень легко и приятно. Вначале мы планировали снимать в Японии, но решили все-таки в Якутии, так как у вас красивые пейзажи и колоритные люди. Подбор актеров проходил через интернет. Прокопий Наговицын – кинорежиссер и руководитель школьной экспедиции, которая ищет мамонтовые кости. На площадке он является консультантом. Знания мамонтовой фауны и кинокухни делают его незаменимым для японцев. Я консультирую и места показываю. И свои фильмы показывал. У меня такие зимние кадры, сюжеты были. Ну и им понравилось. И вот приехали. И за зиму я искал артистов, актеров. Много фотографий отправлял. Актеры колоритные. Для Иннокентия Макарова, трехкратного чемпиона Игорь Дыгына, это дебют в кино. Фильм документальный, поэтому игровых моментов мало. Старик, охотник. Ну, где-то каменный век, мамонтовая фауна. Ну, они охотятся с места на место, переходят же и находят новые стойбище. Название ленты, дополнительные площадки для съемок, даже выход в прокат японцы не раскрывают. Известно лишь одно. Фильм о зарождении человечества, где особое место уделено Якутии. Евгения Антросова, Павел Пахомов, Якутск. Якутианин, золотой медалист первенства России по вольной борьбе в спорте глухих. Андрей Винокуров, ученик девятого класса республиканской коррекционной школы-интерната для неслышащих, стал победителем соревнований. Алексей Васильев и Сайдан Борисов стали призерами. Первенство проходило в городе Владимир. Спортсмены отобраны в состав сборной России для участия в чемпионате мира. В стенах коррекционной школы-интерната прошла торжественная церемония чествования чемпиона и призеров. Мероприятие посетили тренеры Центра адаптивной физкультуры и заслуженный мастер спорта России Виктор Лебедев. Они поздравили спортсменов, наградили их медалями и памятными подарками. У нашего ученика золотая медаль. Он получил грамоту Министерства спорта Российской Федерации. Ну а сегодня мы по праву решили чествовать наших героев. Один из любимых видов спорта у наших учащихся является вольная борьба. Поэтому с удовольствием они занимаются этим видом спорта. И при этом они знают, что занятие вольной борьбой – это не только достижение в спорте для них, но и цель жизни – это жизненный путь. Поэтому спорт для них – это больше, чем спорт. «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok